Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слово Божие. Мы продолжаем исследование книги «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим восьмую главу. Саввел же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Саввел терзал церковь, входя в домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Видим, что история убиения первомученика святого Стефана заканчивается тем, что он молится за убийц. Подобно тому, как и Христос молился, вися на кресте, будучи распятым, за распинателей своих. И помним, что в седьмая глава завершается еще и тем, той историей, где сказано о Саввеле. Молодой юноша, Саввел, этот, как он на себе позднее скажет, когда он уже станет Павлом, иудеи из Иудеев, из колена Вениаминова, ревнитель отеческих преданий, стоял и подбадривал этих убийц. Как пишет об этом святитель Иоанн Златоуст. К ногам его они сложили одежды свои, чтобы не сковывало движение, чтобы посильнее запустить камнем. Саввел подбадривал этих убийц. И о нем самом, видимо, он уже вошел в такой раж, видя кровь мученика, не произвело в нем покаяния, а, наоборот, усилило жестокосердие. Саввел, как сказано, одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Стефана погребли, как сказано, мжи благовейные. Саввел терзал церковь. И мы видим, что церковь находилась в рассеянии. В рассеянии. Вот что по этому поводу пишет святитель Иоанн Златоуст. Цитата. Гонение тогда особенно и усилилось. Но Бог опять избавил их, оградив знаменями. Так как смерть Стефана не укротила ярости, но еще болела, усилила ее, то учители и рассеиваются. И смотрите, зачем? Чтобы учение более распространилось. Конец цитаты. Казалось бы, гонение, рассеяние гонят нас. Но для чего? Святитель Иоанн Златоуст делает вывод, что не надо унывать. Значит, Бог готовит что-то новое. Значит, Бог готовит каких-то других людей, которые должны услышать ярчайшее слово Божие и благовестие о спасении души. Бедодостопочтенный также в Торе святитель Иоанн Златоуста пишет, цитата. «Это есть то, что заповедал сам Господь. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ведь именно по его мановению случилось так, что горестное событие стало причиной к распространению благовестия». Конец цитаты. «Действительно, когда гонят с одного места, надо идти в другое. Значит, там Бог готовит новых людей, снова повторю, для благовестия Евангелия Божия». И далее мы с вами читаем. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». То есть, говорит Сарасейник. «Филипп был один из дьяконов, которые были избраны. Но дьяконы не только переклись о столах, как думают некоторые. Нет, они тоже проповедовали. Проповедовали, потому как цель устроения Христом здесь, в церкви, на земле одна, о которой он сам сказал, давая наставление своим ученикам перед своим вознесением. Помните ведь? Он же сказал им, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Это 1 глава 8 стих. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, и даже до края земли». И мы читаем здесь, Филипп приходит в Самарию. Тем самым язычникам. Которых считали, да, их считали как язычников, иудеи. Их считали нечистыми. Самаряне с иудеями не сообщаются. И Филипп приходит к ним. Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Когда не хотят нас слышать, те, кто себя считают уже православными и очень умными, пойдем к самарянам и расскажем им о Христе. Очень хорошая подсказка. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные хромные исцелялись». Мы видим, что Слово Божие подтверждалось и сопровождалось тогда в Древней Апостольской Церкви еще и знаменями. Бесы выходили из людей, люди исцелялись. Многие, сказано, расслабленные, то есть парализованные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе, в Самарийском городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. За кого-то великого. Действительно, о нем сохранились и исторические сведения, кто такой был этот Симеон Волох. Вот, например, святой Иустин Мученик в своей апологии пишет, цитата, «После вознесения Христа на небо демоны выставили некоторых людей, говорящих, что они боги. И эти люди не только не преследовались вами, то есть он как бы обращается здесь к людям, которые гнали и распяли Христа, и апостолов гнали. Не только не преследовались эти люди вами, которых выставили бесы, но и удостоились почестей. Например, некий Симон Самарянин из деревни Гефон, который во время правления Клавдия Кесаря с помощью демонов совершал магические действия в вашем городе, царственном Риме. Был сочтен Богом, и ему, как Богу, воздвигли статую на реке Тибр между двумя мостами. На статуе была латинская надпись «Симеону святому Богу». И почти все самарийцы и некоторые представители других народов считали его первым Богом, и считают, и поклоняются ему. И они говорят, что некая Елена, ходившая с ним в то время, а прежде бывшая блудницей, первой подала им в этом пример». Конец цитаты. То есть мы видим, что святой мученик Иустин говорит о том, что Христос вам не угоден был, а этого мага и волхва Симеона, рассказывая о нем, вы возвели в Бога и почитали. Это действительно так. Я помню, когда в конце 90-х я работал в центре реабилитации, тогда на Большой Роденке 20. в центре реабилитации людей, попавшие в разные секты. И дети тех родителей, которые попадали в секты, родители приходили и говорили, «А вот у меня попал ребенок в секту». «Да, ну давайте посмотрим, в какую секту. Мормоны там или святые иеговы, или там, может быть, кришнаиты, в какую?» И человек говорит, «Ну вот в такую-то секту». Потом проходило какое-то время, человек, причем поведение было почти одинаковое, я помню. Человек оглядывался по сторонам, лез во внутренний карман, доставал оттуда фотографии и спрашивал, «А по фотографии нельзя?» Откуда это они взяли? Оттуда, что обожили все эти каналы, которые тогда были, телевизионные, где говорилось об экстрасенсах, которые якобы исцеляют и помогают людям по фотографии. Так и здесь. Они уверовали в это магическое действие, что якобы, может быть, и в церкви это как-то сработает. Я говорю, по фотографии нельзя. Поэтому здесь стой мученик Иустин приводит нечто подобный пример. И мы читаем далее. «Ему внимали все от малого до великого, этому Симону Волхову, от малого до большого, говоря, сия есть великая сила Божия. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». И что удивительно, 13 стих, здесь сказано «уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы знамения, изумлялся». Находясь в Иерусалиме, апостолы, услышав, что самаряне, приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, апостолов, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». Вот такая вот история. Мы видим, что Симон Волх уверовал. Дальше история говорит о том, что послали апостолов, потому что уверовали многие самаряне. Апостолы должны были им преподать, кроме Иоаннового крещения, еще и благодать Святого Духа. Но Симон, который уверовал, как сказано, увидел, что им дается власть, принес им деньги. Вы знаете, что есть такой грех Симонии. Он так и называется, когда за деньги люди стараются купить какой-то себе церковный сан. Или какой-то, ну, в основном, да, это относится к рукоположению, церковный сан. Что здесь происходит? Свидетель Кирилл Юрсалимский пишет так. «Симон крестился, но не просветился. Зашел в воду, но не принял благодати Святого Духа». Почему? И говорит, почему. Потому что он через рукоположение, как он сам об этом свидетельствует, искал власть. То есть хотел влавствовать над стадом Божьим. Как сказано, предупреждает порог, не властвуйте над стадом Божьим. Ну, пекитесь от души человеческих. Нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя. Не власть дается через рукоположение, а пастырь добрый, который печется за овец своих. Господь предупреждает, что по отшествии в моем, говорит, войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Поэтому он здесь искал власти, а не служение Богу. Другими словами, хорошая русская пословица, он искал не Иисуса, а хлеба куса. Влавствовать, разделять и влавствовать. Говоря, дайте мне власть, видите, 19 стих, чтобы тот, на кого я возглавил руки, получал с твоего духа. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет тебя в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части, нет тебе всем части, и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Видите? Омылся в водах крещенских, но не просветился. Почему? Потому что искал славы человеческой, власти, почести. Поэтому сердце свое, как сказано сыне, дай мне сердце твое. Сердце его было наполнено краснолюбием. Итак, покайся, призывает его апостол, всем грехе твоем, и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя из полного горькой желчи и в узах неправды. Сим уже сказал в ответ, помолитесь вы за меня, Господу, чтобы не постигло меня ничто, исказанное вами. Видим, что на самом деле Симов Волх поступает здесь, в общем-то, благоразумно. Он слышит слова обличения и просит молитвы. Апостола, чтобы он помолился за него. Вот что по этому поводу пишет Василий Великий. Цитата. Менее виновен тот, кто по неопытности хочет приобрести за деньги, чем тот, кто хочет продать Божий дар. Вот состоялась продажа, но полученная как дар, если продашь, то подобно вступившим в сделку с сатаной лишишься благодати. Ведь ты мелкую торговлю насаждаешь в делах духовных и в церкви, где нам вверены плоть и кровь Христа. Конец цитаты. Действительно, мелкую торговлю насаждал там. Он решил из церкви сделать некий такой рынок, все построить на рельсы торгово-рыночных отношений. Так было, братья и сестры, ничего здесь, но, в общем, нет во времена преподобного Иосифа Волтского, когда была ересь жидовствующих. Там это даже не были иудеи, это были какие-то маги, это был какой-то оккультизм, магический оккультизм, который притащил Федор Курицын, дьяк, министр иностранных дел того времени из Астро-Венгрии, где всячески все догматы отрицались в конопочитании Богородицы-небогородицы и специально наедались там мясо перед причастием и блудили в алтарях. Это был, по сути, сатанизм. Но что интересно, что они сдавали в аренду, сказали, зачем вам, уважаемые отцы, священники, заботиться о устроении храмов, о штукатурке, о строительстве. Давайте мы будем об этом заботиться, вы нам просто аренду. Давайте, а вы пекитесь о духовном. Вроде бы предлог такой был хороший. Но все обернулось тем, что храмы задолжали. Ну, откуда там священник? Ну, что принесут, сказано, благоистующее питается от благовестия, а священник от алтаря. Что принесут, то и есть. И что произошло? Приходят люди креститься, отпевать. Мертвых приносят, отпевать в храм. А храм закрыт, написано, аренда неуплочена. Что еще дальше было, когда уже сами некоторые священники заразились этой ересью? Они ходили по домам, когда их призывали причащать, они выставляли таксу за причастие. Что это такое? Торговлю кровью Христовой, как говорит здесь Василий Великий, святитель. Ведь ты мелкую торговлю насаждаешь в делах духовных и в церкви, где нам верены плоти кровь Христа. Итак, Симон же сказал в ответ, да, помолитесь. Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Мы видим, что они опять возвращаются туда, где, в общем-то, их поджидала опасность. Но они уже не боятся этого. Они не боятся пострадать за Слово Божие. Надо бояться братья и сестры пострадать за свое легкомыслие, когда мы сами себя нарочито подвергаем каким-то опасностям. А вот за Слово Божие пострадать не надо бояться. Как сказано, кто душу свою сбережет вроде всем прелюбодейным, тот погубит ее, а кто потеряет ради меня и Евангелие, тот обретет ее. Поэтому они не боялись. Они не подставляли сами себя напрасно, не бросались с них с головой, как предлагает этот дьявол по безумию, с Иерусалимского храма. Просто так. Подвиг ради подвига. Нет. Не делали они этого. Не подвергались искушению. Но если и хотели пострадать, то только за благовестие Христово. А Филиппу ангел Господень, мы читаем, сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа, Кандаки, царица Ефиопской, хранителя всех сокровищ ее, проезжавший в Иерусалим для поклонения. Видимо, здесь говорится о Евнухе, который был хранителем сокровищ, то есть казначей или министр финансов. Он едет как язычник на поклонение в Иерусалим. Почему? Тогда в притвор Соломонов могли входить и язычники. Ну, языческое сознание такое было, что на всякий случай поклониться и этим богам и принести какие-то дары, чтобы замолвить богов. Но он был не просто уже с таким сознанием. Он уже видел и интересовался, а что это? Проявлял интерес, скажем, к тому, а почему это поклонение и храм Соломонов? Что вообще происходит? И свидетельствуем тому, что он интересовался, проявлял интерес. Свидетельствуют дальнейшие строки с Писанием. Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Вот оно, свидетельство о том, что не просто едет и не просто так хочет принести какую-то дань, то есть откупиться как бы от бога, еще раз поклониться. А все-таки хочет вникнуть вот это уже желание и стремление этого евнуха, оно в дальнейшем расцветет в его душе плодом веры. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаия, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И спросил Филиппа, и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверст уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. То есть, Евнух читает то место, где говорится о смерти и воскресении Христа. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе или или о ком другом? Филипп отверст уста свои и начал от Писания сего, благоествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евну сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп сказал ему, если веруешь, от всего сердца можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух. И крестил его, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел и Евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благоуставал всем городам, пока не пришел к Сарии. Вот такая вот история. Она очень интересная и поучительная. Мы видим, что уже, как я сказал ранее, что этот Евнух готовит свое сердце, он не просто идет исполнить какой-то формальный обряд, он читает пророка Исаия, просит растолковать Филиппа, который спрашивает у него, разумеешь ли, что читаешь? Он говорит, как разумеете, если кто не истолкует? Действительно, надо сказать, что Слово Божие, оно нуждается в истолковании. И глубоко заблуждаются те, которые думают о том, что Слово Божие можно истолковать как-то самим собой и что оно истолковывает сама себя. Апостол Петр, между прочим, предупреждает нас, что это не так. Второе послание апостола Петра, 3 глава, 15 стих. Там есть такие слова. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел по данным ему премудрости писал в своих посланиях, в которых есть нечто неудобое, разумительное, что невежды, неутвержденные, извращают к собственной своей погибели». Мы видим, что оказывается, в 14 послании апостола Павла есть нечто непонятное, то есть нечто неудобое, разумительное, что невежды и неутвержденные. Кто такие невежды? Невежды — это которые вообще никогда не слышали Слово Божие. Вот Евнуха здесь уже в этой ситуации невеждой назвать нельзя, но он неутвержден. В чем неутвержден? В понимании того, о чем написано. Кто может это растолковать? Церковь Божия, представителем которой в данный момент является здесь Филипп, Якон Филипп, представителем церкви, которую создал здесь Христос на земле при сошествии Святого Духа. Он истолковывает эти тексты, потому что о церкви сказано, что она есть столб и утверждение истины. Это второе посланник к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Сказано, чтобы ты знал, как поступать в церкви Божией, в доме Божьем, в котором есть столб и утверждение истины. Мы видим, что он получает истолкование, научается у дьякона, как я уже сказал, представителя официального, если хотите, церкви Божией, и Дух Святой, здесь уже апостол не приходит, и Дух Святой в этом случае сходит на него, и он получает крещение Святым Духом. Это очень важное замечание. Почему? Потому что говорят, вот Дух дышит, где хочет, можно и без церкви получить крещение. Нет. И часто ссылаются на эту историю. Нет. Истолкование дает именно дьякон, принадлежащий к церкви. И я вам скажу, недаром эта история содержится в середине. Что значит в середине? В середине несколько повествований. Каких? Вот Петр и Иоанн посылаются, возлагают руки на самарян, и они получают Дух Святого. Вот здесь вот евнух уверовав, но получив наставление, если хотите, катехизацию от дьякона Филиппа, он уверовал, и ему Дух Святой дан. Дан без возложения рук апостолов. Почему? А перед этим какая история о Симоне в Волхве? Надо сказать, что эта история дается, что здесь нет возложения рук, но он получает наставление от законного представителя церкви, но это нам такая очень хорошая подсказка, что нельзя руководить Духом Святым. Дух Святой сам избирает в себе сосуды, в которые он хочет влиться. Чтобы мы с вами не подумали, что, как подумал об этом Симон Волх, что теперь Дух Святой будет принадлежать ему, он будет манипулировать им. Это оккультное сознание. Ничего общего не имеешь в понимании Духа Святого в Церкви. И потом еще есть другое событие, которое будет сейчас, в 9 главе, которое мы рассмотрим. Там будет Осавли, которым явится сам Христос, но к нему будет послан один из 70 апостолов Анани, который присоединит его к Церкви через вложение рук. Видите, как в Священном Писании даже сам порядок, тот, как выстраивает здесь все Духом Святым Евангелие Лука, говорит нам о многом. Говорит о том, что и человек, и люди, избранные апостолы нуждаются, но бывает и тогда Дух Святой показывает, что это не магизм, что здесь показывается, что Дух Святой может и сойти в том случае, если нет апостолов, и крещение было принято водное, но наставлен в вере, как сказано, уверовал всем сердцем, был тем, да, который принадлежал к Церкви Божией. Вот такая история и такая восьмая глава, опять же, не менее насыщенная по своим событиям, как, в общем, и вся книга Деяния апостолов, которая дано нам с вами для того, чтобы мы могли насыщаться Словом Божиим, чтобы могли им руководствоваться в своей жизни, не так, как бывает, как попадя от ветра головы свои я, но вдыхая в себя эти божественные строки, откровения Божия и помни всегда три важных правила. Когда мы с вами читаем Священное Писание, будем задаваться этими тремя вопросами. Что читаем, как это правильно понимать и как мы это можем осуществить в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok